Здравствуйте, уважаемые ребята! Мы продолжаем с вами изучение физики и сегодня мы поговорим на достаточно острую тему, которая называется «Загрязнение окружающей среды». Для начала давайте с вами вспомним и поговорим о том, что тепловые двигатели превращают внутреннюю энергию топлива в механическую энергию. Их применение способствовало техническому прогрессу в промышленности, транспорте, играло и продолжает играть важную роль в жизни людей. Также мы должны с вами помнить, что основными элементами двигателя являются нагреватель, холодильник и рабочее тело. Также не нужно забывать о том, что не каждый двигатель является эффективным. Тепловой двигатель работает тем эффективнее, чем большую долю количества теплоты Q1, полученную рабочим телом от нагревателя, он превращает в механическую работу. Эффективность двигателя характеризуется величиной, которую мы изучили с вами на предыдущем уроке, которая выражается буквой греческого алфавита «это», и формула, по которой мы можем определить с вами коэффициент полезного действия, это отношение Q1-Q2 к Q1, которое и называется коэффициентом полезного действия. Так как холодильнику передается количество теплоты Q2 большее, чем количество теплоты Q1, которое необходимо для того, чтобы совершить полезную работу, то коэффициент полезного действия всегда имеет значение меньше единицы. Ну и обычно КПД выражают в процентах. Также необходимо нам поговорить о том, что тепловые двигатели потребляют во время работы различные горючие – уголь, мазут, дизельное топливо, керосин, бензин, природный газ и другие виды топлива. Во время их сгорания в атмосфере уменьшается количество кислорода и растет количество углекислого газа. Кроме того, топливо содержит примеси, а именно до 2,5% нефти, до 2% угля и до 0,05% природного газа. Использование горючих веществ сопровождается выделением в атмосферу соединений серы, сернистого газа и сероводорода. Горение угля сопровождается выбросом в атмосферу огромного количества пыли в виде золы. Чтобы избежать детонации бензина в двигателях автомобилей, к нему добавляют соединения свинца, которые затем вместе с отработанными газами выбрасываются в атмосферу. Тепловые двигатели выбрасывают в атмосферу и окислый азот. С развитием техники и расширением применения тепловых двигателей количество пыли и отработанных газов в атмосфере становится все больше. По последним статистическим данным в мире за год происходит следующее количество выбросов. До 20 миллиардов тонн углекислого газа, 200 миллионов тонн окиси углерода, 150 миллионов тонн соединений серы, 250 миллионов тонн пыли и 50 миллионов тонн окислов азота. Но необходимо отметить, что в связи с ситуацией в 2020 году, когда ряд предприятий приостановили свою деятельность в связи с эпидемиологической ситуацией, атмосфера очистилась и стала намного лучше. 1. Продукты сгорания, попадающие в атмосферу, имеют высокую температуру и напрямую нагревают атмосферу. 2. Выбросы уменьшают прозрачность атмосферы. Известно, что главным источником энергии для Земли является Солнце. Земля, в свою очередь, излучает энергию. Устанавливается определенный баланс между энергией, полученной Землей от Солнца, и энергией, которую Земля излучает в космос. Газы, выделившиеся в атмосферу, поглощают часть энергии, излучаемой Землей, что способствует росту ее температуры. 3. Это явление, о котором мы сейчас с вами говорили, называют парниковым эффектом. Рост температуры приводит к изменению климата, таянию ледников, подъему уровня воды в океанах, росту количества водяных паров в атмосфере. Парниковый эффект становится все более выраженным. Третьим последствием применения тепловых двигателей являются некоторые газы, которые вступают в реакцию с водяными парами и образуют мелкие капельки растворов кислот. Они выпадают в виде кислотных дождей, влияющих на жизнь растений, животных, а также увеличивают кислотность почвы. 4. Предотвращение последствий Для уменьшения отрицательных эффектов использования тепловых двигателей предпринимаются различные меры. Обеспечивается более полное сгорание топлива. На тепловых электростанциях уголь предварительно измельчают. Двигатели автомобилей регулируют так, чтобы содержание оксида углерода в выхлопных газах сводилось к минимуму. Перед выбросом в атмосферу очищаются продукты сгорания. Для уменьшения проникновения соединений серы в атмосферу к угольной пыли или к мазуту, применяемым на тепловых электростанциях, добавляется известняк, вступающий в реакцию с соединениями серы. Трубы электростанции снабжаются электростатическими фильтрами, извлекающими твердые частички дыма – пыль. Также продолжается работа по совершенствованию двигателей и увеличению их коэффициента полезного действия. Переходят от карбюраторных двигателей к дизельным с большим коэффициентом полезного действия. Так экономится топливо и нет выброса соединений свинца в атмосферу. Ведутся работы по улучшению качества топлива, подыскивается экологически чистое топливо. Природный газ фильтруется для очистки от примесей. Испытываются автомобильные двигатели, работающие на водороде, где продукт сгорания – водяной пар. На этиловом спирте, получаемом из сахарного тростника в Латинской Америке. Построены электромобили, использующие энергию аккумуляторов. Хорошо известна роль лесов в снижении содержания углекислого газа в атмосфере. В Республике Молдова, к сожалению, площадь лесов составляет всего лишь 9,6% от всей территории Республики. Поэтому леса, лесополосы, парки надо беречь, заботиться о них и вместо засохших деревьев высаживать молодые. Холодильные машины. К тепловым машинам относятся и холодильные машины, холодильники, морозильники, кондиционеры, которые уменьшают температуру тел по сравнению с окружающей средой. Они широко используются в тепловой промышленности, транспорте, торговле, для сохранения продуктов, особенно скоропортящихся, в медицине, при хранении медикаментов и различных препаратов. Но необходимо отметить, что холодильные машины используют в качестве хладагента вещества с общим названием фреоны. Попадая в атмосферу на больших высотах, фреоны разрушают озоновый слой. Фреон оказывает влияние на организм человека. Происходит это следующим образом. В первые минуты состояние характеризуется эффектом легкого наркотического опьянения. После, если не покидать помещение с высокой концентрацией вещества, человек начинает испытывать удушение, нехватку воздуха и как результат смерти. Вред фреона заключается в том, что при попадании в дыхательные пути направляется в легкие и вытесняет оттуда кислород. Каковы же основные симптомы? Общее недомогание, раздраженная слизистая глаз, сильное головокружение, дрожание глазных яблок, галлюцинации, нарушение работы сердца, потеря сознания. Влияние озона. Воздух со значительным количеством озона ядовит для человека. В то же время озон в слое воздуха на высотах от 11 до 48 километров над поверхностью Земли очень важен для жизни, так как поглощает вредное ультрафиолетовое излучение Солнца. Излучение при большой интенсивности способствует заболеванию раком кожи, опасно для зрения, возникает катаракта, ослабляет иммунную систему человека, отрицательно воздействует на растительный мир. Охрана среды – это глобальная проблема. В связи с этим в 1985 году в Вене была принята конвенция об охране озонового слоя. В 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В 1995 году состоялась рамочная конвенция Организации объединенных наций об изменении климата, подписанная Республикой Молдова в этом же году, 9 июня. В 1997 году был принят документ особой важности для защиты окружающей среды, так называемый Киотский протокол, подписанный 160 странами. Протокол предусматривает снижение в период выброса газов, вызывающих парниковый эффект. Надо осознать, что проблема защиты окружающей среды в равной мере касается каждого из нас. Избегая потери тепла в хорошо подготовленных к зиме зданиях, экономя электроэнергию, отключая свет в помещениях, если там никого нет, или достаточно солнечного света, мы уменьшаем расход топлива со всеми вытекающими последствиями. Защищая зеленые насаждения, высаживая новые, мы оставляем следующим поколениям среду, в которой можно будет продолжать жить. Берегите нашу планету. На этом наш урок сегодня закончен. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова